Моего первого учителя зовут Татьяна Ивановна Конюкова. Про неё могу сказать, что она очень хороший учитель, очень классный. Всегда помогала нам и к каждому ребёнку находила особенный подход. Была у нас учительница русского языка и литература, она немка, Анна Андреевна Герман, и её муж-преподаватель в математике. Эти да, но а так, в общем-то, у меня не очень комфортные отношения с учителями. Потому что я человек своеобразный, отстаивающий своё мнение, а преподаватель этого не любит. И были частые конфликты, хотя училась на пятёрке. Очень строгое было. Я учился в то время, совсем другие были отношения к учёбе. Если учитель дёрнул за ухо, ученик воспринимал это как в порядке вещей. И не имел права ни родителям пожаловаться, ни кому если пожаловался, дом получал ещё дополнительно. Мне запомнилось, как она нам во втором классе показывала, что холодный воздух, тёплый воздух наверху, холодный воздух внизу. Она открывала дверь, свечку держала наверху и внизу. Мне запомнилось, по-немецкому была такая старенькая полячка. И почему-то мы уже и взросленькие стали, и ребята издевались над ней. Мне жалко даже её до сих пор. Говорю, вот какие глупые это в детстве бывают, обижать такого человека. К сожалению, имени не помню, но только прозвище помню. Цапля. Она была очень высокая, но красивая. Мы её все любили, уважали. Но имени, к сожалению, не помню. Было так давно. Вы знаете, я хочу всех-всех педагогов поздравить с сегодняшним днём. Это очень ответственная и востребованная профессия. Потому что то, что заложишь сейчас, в детстве, я думаю, очень пригодится в будущем.